Вы спросите, почему в программе «Дом, милый дом» вопросы здоровья рассматриваются через призму некоторого наибольшего внимания к вопросам алкоголизма. Сейчас объясню. К сожалению, в этой стране, в этом государстве не самый лучший подход к проблемам здоровья. И, пожалуй, только наркологические клиники и специализированные медицинские центры. Вот они сегодня занимаются тем, чем должно заниматься государство. А то, вы знаете, подняли цену на бутылку до 85 рублей. Соответственно, убавили градус, поменяли название и толк-то. То есть вам надо самим решить, как вы в дальнейшем будете жить. Грамотно употреблять алкоголь, не употреблять его вообще, или находить другие способы оттяга. А после того, как вы решите насущную проблему, поиска смысла в жизни, следующая проблема – проблема зарабатывания денег и следующая проблема – проблема вашего благосостояния. Они сами решатся, поверьте мне. И когда вы уже научитесь работать и головой в том числе, соответственно, будет у вас время и лечиться, и выбирать уже своих врачей. А лечить те проблемы насущные, то есть, ну, проблемы перепоя, мы предлагаем вам вместе с медицинским центром настроения. Тема эта актуальности своей не потеряет, к сожалению, никогда. Потому как каждое новое поколение будет наступать на те же грабли, что и поколения предыдущие. И политика запретов ни к чему хорошему не приводила. Грамотность и внимание близких – это, пожалуй, главное, что может реально помочь человеку, который, постоянно употребляя алкоголь, рано или поздно, но поймет, что лечиться надо. Если он сам это не поймет, то помочь должны родственники, друзья, либо товарищи по работе. А иначе может наступить ситуация, когда лечить уже будет некого. Родственники, вы знаете, родственники понимают, особенно те, кто к нам приходит, потому что, как правило, родственники подсказывают этому человеку, что у тебя, слушай, проблема у тебя, тебе нужна что-то, помощь какая-то. Если мы уже не можем тебе помогать, то должен специалист помочь. Пойдем и убеждают его, сам человек, вы знаете, ну вот из десяти, может, два-три сам приходит, из десяти человека, а остальные все приходят под ручку с мамой, за ручку с женой и в сопровождении братьев, сестер, там, я не знаю, и с работников производства, где они работают. Мотивация питья. Да, блоков множество, тысячи, тысячи. Чтобы человек вот просто, да, ладно, да, я сегодня напьюсь. Ну, причин множество, я говорил уже об этом как-то. Мы помогаем снимать вот эти блоки, как вы говорите. Мы снимаем, именно перепрограммируем, вот таким громким словом скажу, а это действительно перепрограммирование внутренних потребностей человека. Это очень важно для него. Как это сделать? Конечно, вот вы приходите, вот правильно говорите, всплеск. Чем больше человек отдыхает, тем больше тот, кто пьет, ему хочется больше пить. Если раньше запой был два дня, первое, второе, сейчас запой десять дней. С первого по десятого пьет, понимаете? И обрыв происходит только единственной мотивацией. Если человек чувствует, что у него на работе проблемы могут возникнуть, то он каким-то образом прекращает пить. И, кстати, вот эта альтернатива проблем на работе практически основная является тому, что приходит к врачам, специалистам, чтобы вывести из этого запоя. А если нету рядом, нету альтернатив, в семье проблемы, на работе проблемы, не работы даже большинство. В здоровье, а что здоровье? Ну, пью, пью и буду пить. Ну, я пневмонии два раза болел уже, третий раз переболею и так далее, понимаете? Когда вот этих альтернатив, основных жизненных нет, человек просто-напросто исчезает не только как личность, но он исчезает и физически. Еще раз призываем не бояться обращаться к специалистам, родственники, друзья, соседи, в конце концов. Сумма, затрачиваемая, на своевременную помощь окупится сторицей. Человека вернуть в нормальное состояние, и это абсолютно реально. Более того, надо понимать, что ограничивать свободу, запирать дома, вызывая тем самым чувство агрессии, это делать крайне опасно. Врачи-специалисты, вот единственный грамотный выбор в пользу быстрого лечения человека от недуга. На первый день мы снимаем абстинентное состояние, снимаем похмельное состояние, облегчаем человеку. На второй, третий день мы ему блокируем тягу к алкоголю. На четвертый, пятый день у него восстанавливается, ну, не близко к физиологии, но во всяком случае уходит патофизиологическое реагирование внутренних органов на те реакции, что происходит. Ну, вот, например, ест, а у него рвота, не усваивает у него организм, пищу-то просто простую. На пятый, на седьмой, восьмой день восстанавливается эмоциональный фон человека, в том числе и настроение улучшается, и сон нормализуется. Ну, это я в общем говорю. А на девятый, десятый день появляется у него установка на трезвый образ жизни. Прогресс в медицине большинству из нас дал возможность жить дольше. Прогресс в медицине естественным образом снизил рождаемость. Мы получили возможность дожить до старости. Но в определенный момент мы теряем контроль над счастьем своим, человеческим. Мы меняем его на дурманную эйфорию алкоголя. Но когда дурман рассеется, проблемы могут появиться уже другого рода. Конечно, алкоголь в первую очередь умственной способностью блокирует человека. Это всем ясно. И, конечно, если восстанавливаются умственные способности, способности мыслить по-здоровому, по-нормальному, конечно, уже человек по-другому реагирует на те обстоятельства, во-первых, которые послужили тому, что он пить стал, в запои ушел, работу бросил, семью потерял, здоровье потерял. Только, конечно, если это он понимает, адекватно к этому относится, вы знаете, стопроцентный успех врача в лечении данного пациента. Но успех не только врача получается, но и успех и самого пациента, что он, наконец, это понял, осознал и больше возврата не будет. Вовремя задуматься, вовремя остановиться. Это, конечно, свойственно не каждому. И разрешите в конце сюжета все-таки объяснить, почему в поликлиниках дедушек меньше, чем бабушек. Что скажете, жизнь тяжела? Ну, скажем честно, это не совсем так. Сколько человек в процентном соотношении, ну, хотя бы примерно, ушли от нас под влиянием алкоголя? Да я думаю, процентов 45. Наверное, даже я не думаю, это статистические цифры такие есть, что алкоголь привел к тем или иным изменениям внутренних органов. От самого алкоголя, то есть непосредственно, ну, интоксикация алкогольная, токсическое действие. У нас в прошлом году умерло почти 500 человек. Горожан именно от самого. Вот и считай. А плюс еще, да. Не обращение внимания, не регулярно, не снижение. Да, да. В итоге человек, когда оформил алкоголь, просто потерял полностью здоровье. Потерял. И не только здоровье, но и жизнь, правильно, Алексей. А вы знаете, что у нас было в городе около 200 суицидах завершенных. То есть ушли из жизни, ну, наложив на себя руки, около 200 человек. И из них 192 в алкогольном опьянении. Вот вам и цифры. Из 200. Хороший, добрый, зеленый такой змей. Да, хороший в кавычках, добрый в кавычках. И страшный без кавычек зеленый змей. Победим? Обязаны победить. Просто обязаны. Другого пути для наших россиян нет.